всем привет мои дорогие вы на канале дневник домохозяйки и сегодня мы отправляемся я вернее решила погулять по деревне ну что ты лаешь и приятный с полезным ну конечно собаки нету табу от со всех сторон в общем пошла я до дальнего магазина хотя у нас магазин прям за домом но у нас произошла такая конфликтная ситуация однажды с ними и хозяевами и я теперь туда не хожу я вроде рассказывала в одном из влогов они предъявляют то что наша собака задушила мэри мэри задушила их не у кошку вот но это факт недоказанный мэри у нас в вольере были конечно случаи что она убегала но не в тот момент поэтому там мне в общем пригрозили что возьмут ружье застрелить нашу собаку ну а тоже не из робкого десятка я говорю ну попробуйте а я возьму ружье вас тогда перестреляю может конечно это грубо ну дело было так так ладно прервусь немножко евгений звонит вот такие новенькие домики у нас здесь растут в деревне как грибочки и старенький перри напротив ну деревня давно здесь конечно так я не найду источников так ладно от темы ну в общем то вот была такая конфликтная ситуация ну то есть как бы нам предъявили за то что ну не доказано вот серая собака извините собака серые не только у нас на дорогу смотрю и камеру не взяла этот штатив то в общем то вот и поэтому я сюда не хожу вообще теперь принципиально в этот магазин саши ходят там за хлебом вот ну когда уже там совсем нет хлеба он нужен он с наглым лицом идет а я просто сказала что принципиально не буду носить им выручку и вот иду в дальний магазинчик думаю погулять заодно с вами поболтаю как обычно вот такие дела и такое бывает в жизни хотя говорю наша собака сидит в вольере ну ладно чушь теперь мне не трудно так где наш дом то и прошла я у нас же дом стоит как бы не самой деревне вот деревне то она вот я по ней иду сейчас сейчас покажу вот она деревня она так длинная ну большая туда еще много домов туда много домов а наш дом стоит за деревней он стоит ближе ну к центральной улице поэтому у нас и проблемы с проведением воды мы хотели воду центральную проводить но у нас не получается так ладно иду сейчас дойду до магазина у нас с утра был солнышко шел снежок а сейчас что опять небо какое-то хмуро за тучки солнышко ушло в общем то иду хуляю кому интересно может еще включусь где-нибудь еще может поболтаем а так ну наверное магазин навряд ли я поснимаю магазин частный не всем нравится съемки магазине в общем вот тепло у нас минус 5 саша сказал ну вроде еще будет минус 12 но не больше вот этот домик мне нравится всегда прохожу мимо умельцы какие-то жили все прям по старинному этому ладно идем дальше ну вот за разговорами чуть я так быстро дошла 10 минут хотя надо было пройти мне полдеревни вот такой фильм ак но это у него задний фасад не знаю я говорю он частный навряд ли удастся снимать чем я пошла за продукт за покупкой ну вот такой сельмак сельский магазинчик стоит он прямо дороге здесь автобусная остановка микрорайон тесовая вот думаю где мне идти вдоль дороги получится быстрее но не очень-то удобно вдоль дороги я саша сказала что пойду в магазин говорит аккуратно сейчас тротуаров то нет даже не знаю где идти ну чё пойду наверное по обочине купила вот такую сумку на 1000 рублей приду расскажу сейчас бессмысленно что-то говорить потому что будет шум машин домой приду дальше продолжим вот иду по обочине тротуаров у нас нет обочины сразу проезжая часть по сути мне надо перейти на ту сторону ну чтобы идти навстречу движущимся машинам но там вообще нет этой обочины здесь хотя бы есть обочина вот я уже подошла почти десять минут одна остановка до того магазин десять минут вот там просто показываю какие домишки у нас тут по настроены вот эти дома дома видно уже из нашего окна из наших окон он магазин наш зла зловредный как который я не хожу ну может это я зловредная я не знаю но просто он просто я сказал что я ходить в него не буду больше выручку носить им не буду вот я сейчас купил на 1000 рублей и в среднем каждый 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 раз не меньше тысячи хотят люди как хотят нечего меня стращать попробуй попробуй застрели мою собаку посмотрим как бы пожалеть потом не пришлось ну конечно это все слова это будет конфликт был давно уже года года три наверное назад но если если алла сказала значит алла свое слово держит и ходить не буду мне за радость пробежаться до того магазина 15 минут туда потому что по деревне я шла и 10 минут обратно вот он магазин рядом с ним остановка а вот наш дом ну я прогулялась очень даже хорошо сейчас пойду кормить всех обед вот мои покупочки на тысячу рублей ровно тысячу она с меня взяла ну в среднем молоко такая же цена яйца чуть подороже на 10 рублей ну хотя это нулевая категория туалетная бумага в принципе также стоит как и в сетевых магазинах салфетки ну салфетки можно чуть подешевле купить колбаса тоже чуть подешевле шоколадочки вот эти взяла 5 штук по 40 рублей с разными вкусами нравится нам вот эти вот озера взяла еще овощи хочу рыбу запечь сейчас в духовке и брошу до форму в керамическую овощей вот весенние овощи здесь и брукколи и фасоль и морковка так баранки взяла 69 по моему рублей и хлеб вот в нашем правда магазине хлеб по 34 рубля у них хлеб на 5 рублей подороже по 39 рублей буханочку ржаного и два батончика вот нашим то что мне не хватало саша правда говорит да не ходи ты я приеду съездим в центр я говорю дулан чу блин вот 40 минут 40 минут у меня заняла вся дорога туда там в магазине и дорога обратно это вообще ради прогулки вообще отлично теперь всегда туда бегать буду вот в общем как-то вот так на 1000 рублей моя покупочка так ну что покажу что приготовила на ужин на ужин у нас сегодня индейка с овощами и с рисом пропаренным да теперь такие у нас диетические блюда после праздника разгружаемся хотя праздник месяц назад закончились а мы все разгружаемся две недели загружались теперь будем два года разгружаться так закрываю чтобы было все горяченько сейчас придет потом запекла я рыбку просто без вообще не жать ничего сейчас не жарю масло почти так сбрызнула немножко маслом приправами перед тем как подавать на стол буду сбрызну лимоном это просто сельдь крупная сельдь потому что опять же youtube вам в помощь прочитала что все таки в селедке даже больше всяких вот витаминов и полезных веществ ну там аминокислот больше всех больше вообще в селедке не там не в красной рыбе не форели не хочу а вот именно в сельде вот так вкусно пахнет такая прям жирненькая так что вот чашку сашу будем ужинать ладно будут сегодня закругляться на сегодня всех люблю ценю уважаю жду вас на своем канале пока пока